МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и прежде всего, говоря об итогах форума, надо сказать, что ДАВОС-2016 начался для нашей страны не особо удачно. Численность украинской делегации организаторы существенно сократили, да еще и потребовали изменить тему уже традиционного украинского ланча. Руководство нашей страны надеялось договориться о финансовой поддержке со стороны международных партнеров. Однако желаемого результата достичь не удалось. Вместо этого международные партнеры посоветовали украинским властям сосредоточиться на борьбе с коррупцией, а также на активизации реформ, проведении прозрачной приватизации, на дерегуляции, завершении меморандума с МВФ и на внедрении высоких технологий. Как вы оцениваете итоги ДАВОС-2016 для Украины? В общем, ожидания всегда от ДАВОС-ского форума, по крайней мере в Украине, формируются такие слишком большие. По факту всегда реальность гораздо более печальная, чем вот эти ожидания, которые были. Но логика ДАВОСа была в том, что именно вот этого форума в ДАВОСе, последнего, было ожидаемо, что будут обсуждать несколько важных вещей. В контексте Украины для нас были важные вопросы, связанные не так с борьбой с международным терроризмом, хотя это тоже была важная тема для Украины. Но также вопросы, связанные, например, с замедлениями темпов экономического роста, а что делать с развивающимися рынками, которые начали себя чувствовать гораздо хуже. Там была дискуссия по развивающимся рынкам, сосредоточена с одной стороны на Китае, с другой стороны на Латинской Америке. Вы знаете, что и Китай замедляет темпы экономического роста, и Латинская Америка падают. Три основные экономики – Бразилия, Венесуэла, Аргентина. Мне кажется, была более правильная, конечно, стратегия для Украины – это попытаться вписаться в ту дискуссию, которая есть. Не рассматривать Украину просто отдельно, а рассматривать Украину как часть одного большого целого. Например, была дискуссия с борьбой по международному терроризму, вписывать вопрос Украины туда, в более такую глобальную дискуссию, не выпячивая, что это отдельная тема. Я понимаю желание каждой отдельно взятой страны сделать то же самое, но поверьте, что там было представителей более чем 150 стран, и каждый преследовал именно такую задачу. Вести переговоры там крайне сложно. К слову сказать, я был достаточно приятно удивлен, что президенту Порошенко удалось, например, с вице-президентом Байдера несколько часов пообщаться. Это нонсенс, потому что обычно какие-то встречи длятся буквально 10-15 минут в лучшем случае. Мы сейчас еще вернемся к экономическим итогам Давоса для Украины, но хочу сказать о том, что Международный экономический форум – событие в том числе и политическое. Соответственно, его итоги, помимо сугубо экономического аспекта, можно рассматривать еще и с политической точки зрения. И то, и другое нам прокомментировали эксперты. Давайте послушаем. Давосовский форум стал для Украины успешным этапом для развития контактов Украины с решетою света в сенсии, как отримания кредитов МВФ, так и в регулировании ситуации на Донбассе. Встречи с керівниками низких проведенных государств, кроме того, с керівницей МВФ, и контакты на других уровнях, они говорят о том, что Украина, на отміну от нашего сусида гигантского, вона не в изоляции, вона навпаки міцно стоять в Международном территории, и поддержка не всякая для Украины. Кроме того, нам важлива и та думка, которая прозвучала в выступах многих диячев западных и экономических, которые говорят, что Украине нужно прискорить реформу, что уже, мовляв, много сделано, но, наверное, ровно прискорить. Можно только благодарить за эту пораду, потому что эту пораду получает абсолютная большинство украинского состязания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выдвинули условия отставки Шокера в обмен на свою финансовую помощь. Ну, а это уже откровенно и позорное вмешательство во внутреполитическое дело Украины в кадровые решения. Это первое. Ну и второе. Есть сообщение о том, что Притскер предлагала нашим министрам помощь в поиске незвисимых директоров для украинских ключевых компаний. Можно себе представить судьбу этих ключевых компаний на фоне, так сказать, профессионализм в кавычках нынешних иностранных министров. Значит, это уже второй момент контроль за государством усиливается, контроль за экономикой, простите, контроль за экономикой. В случае Шокина это внешний контроль за государством. Ну и вопрос с кредитом не решен, с кредитом МВФ не решен. Значит, там речь идет только о дискуссии по меморандуму, а когда оно закончится и чем, не понятно. Поэтому инвесторы не пойдут, нет никакой информации о неких позитивных сигналах со стороны крупных международных компаний об их приходе в Украину. Ничего этого нет. То есть, собственно говоря, я не вижу никаких позитивных новостей. Я напомню, это проект Акцент, и мы общаемся с исполнительным директором Международного фонда Блейзера Олегом Устенко. Говорим об итогах Давоса 2016 для Украины. Олег, на экономический форум украинская делегация ехала для того, наверное, в первую очередь, чтобы заручиться финансовой поддержкой. Понятное дело, что никто бы из мешков там деньги не доставал, Украине не давал, но, тем не менее, рассчитывали на финансовую помощь. В итоге никто ничего конкретного не обещал. В очередной раз говорилось о реформах, говорилось о том, что надо сотрудничать с МВФ и так далее. То есть, как с этой точки зрения вы оцениваете результаты? Я считаю, что повестка дня украинская была неправильно сформулирована на вот этот Давосский форум. Во-первых, не стоит ехать на форум для того, чтобы встречаться с Международным валютным фондом. Я уже не говорю по поводу того, что, по большому счету говоря, это все равно, с кем ты встречаешься в Международном фонде. Ты встречаешься с первым человеком, или ты с госпожой Лагард, или ты встречаешься с господином Липтоном, вторым человеком, или ты работаешь с главой миссии, которая, в принципе, должна быть в Украине. Мнение все равно будет одинаково. То есть, это не советская институция, где один департамент имеет одно мнение по данному вопросу, а второе другое. Это как это извращенное украинское представление о том, как работают международные финансовые институции. Раз. Второе, вот этот совместный брифинг, который был у Петра Порошенко и у Кристин Лагард после их встречи, он был для меня немного настораживающим. Например, я не совсем понял фразу по поводу того, что мы будем работать над новым меморандумом. Обычно фраза «будем работать над новым меморандумом» означает либо корректировки к прежнему меморандуму, а значит, какие-то маяки должны быть изменены. У меня моментально возникает вопрос, о каких маяках идет речь, что будет изменено. Предельный уровень дефицита госбюджета, активность проведения реформ, они, наоборот, будут более активными, или они будут менее скоростными реформами. Либо и речь идет о закрытии этой программы, открытии новой программы, либо речь идет о потоках кредитного ресурса. Потому что, вы знаете, в прошлом году Украина не выбрала, по крайней мере, около 25% от тех денег, которые должна была получить в прошлом году от МВФ. Может быть, рассматривается вопрос увеличения объемов кредитования в этом году. В прошлом году, если вы помните, Петр Порошенко заявлял во время как раз Доводского форума по поводу того, что вот в зале сидят несколько важных инвесторов, которые приедут сейчас в Украину. Речь шла о нескольких миллиардах долларов. Я понимаю, что, судя по тем притокам прямых иностранных инвестиций, которые мы получили... Не приехали. В прошлом году они, скорее всего, не приехали. Просто искать кредитный ресурс, ну, я не скажу, что это плохо, но это не место, где вы должны искать кредитный ресурс, используя вот площадку Доводского форума. Доводский форум – это ваша реклама, это место, где вы можете рассказывать о том, как было бы выгодно и правильно для инвесторов зайти в вашу страну. Именно то же делали. Поверьте, там же не только украинский был день. Там был и день нескольких латиноамериканских экономик. Там был день, каждый делал отдельные дни. Россия делала свой день, Никарагуа делала свой день, то есть Бразилия делала свой день. Каждый, кто-то делал, Китай делал свой день. Поэтому нам надо было там показать, какие конкурентные преимущества, когда вы вкладываете деньги к нам. И это, к сожалению, то, что мы не можем показать. Потому что вы можете показать, если у вас есть качественный инвест в климат. Если вы показываете схему, где вы сделали прорывы, были на 130-м месте по легкости ведения бизнеса, и тут внезапно оказались на 10-м, вот у вас качественный скачок, вы приняли супер качественный налоговый кодекс, абсолютно либеральный. И вы рассказываете международным инвесторам, приходите к нам в страну, потому что мы стали теперь таким раем инвестиционным. Но вы этого тоже не можете показать. Вы провели активную судебную реформу, и у вас все стало лучше. И вы рассказываете это. Инвестиции. Вот что важно в плане экономики. Давайте мы немножко поговорим о наших местах и о тех результатах, которые также были озвучены в отчете Всемирного экономического форума. Имеем весьма печальную картину. Украинские банки признаны самыми ненадежными в мире, согласно этого отчета. У нас 140-е место из 140, собственно, позиций. По данным отчета Всемирного экономического форума, Украина также ухудшила свои позиции в общем рейтинге конкурентоспособности. Сейчас мы занимаем 79-е место, в прошлом были 76-ми. Кроме того, в рейтинге государственного сектора Украина занимает 130-е место, по налоговой нагрузке – 118-е. В рейтинге инвестиционного потенциала размещаемся на 52-й строчке, одно из наших, наверное, лучших достижений. В целом же похвастаться особо нечем. И о чем это свидетельствует? Вообще многие пишут о Довозском форуме нынешнем, о том, что фактически для Украины этот форум стал полным провалом. Согласны с такой оценкой? Я бы сказал, что он был неуспешным для Украины и в прошлом году, и в позапрошлом, и три года назад он тоже был неуспешным. Мне кажется, наше участие в форумах подобного формата, начиная с 2013 года, это было всегда неуспешно. А стоит, я прошу прощения, стоит тогда тратить достаточно серьезные суммы, потому что участие в форуме – это удовольствие не дешевое, для того, чтобы в итоге желаемого результата не достигать. Вы говорите, несколько лет подряд для Украины это неудачно. Тем не менее, мы ставим какие-то надежды на это, возлагаем деньги, тратим и так далее. Овчинковые делки стоят? Ну, я думаю, что надо тратить деньги, просто надо тратить с большим умом, надо как-то готовиться к подобного рода мероприятию, не формировать здесь колоссальных каких-то ожиданий. Я понимаю желание украинских представителей той же политической элиты, потому что сказать бизнес-элиты, я не уверен, кто был из бизнес-элиты, кроме Пинчука, кто представлял эти интересы, какие сектора экономики были представлены. Гошчиновники, они интересны, но поскольку огромной делегацией точно не надо ехать. Делать заявления, тоже на что обращали внимание, по крайней мере, западные коллеги, с которыми я общался. Странно, когда министр финансов делает заявления, не относящиеся к ее сфере интересов. Странно, зачем едет туда весь экономический блок. Есть ожидание, что есть масса, будет масса экономических вопросов. Каждому отдельно взятому, который не в состоянии просто принять и ответить, на которые президент, который возглавляет делегацию. Если вы посылаете бизнес, то какой бизнес? Как-то это должно быть более продуманно. Украина пытается не то что играть, а кажется, что она импровизирует на подобного рода мероприятиях, а импровизирует не всегда качественно. Ну и это нехорошо. И опять-таки, рейтинг, о котором вы говорите. Трагедия этого рейтинга состоит в том, что мы по инвестиционному потенциалу находимся посредине списка, или даже не просто посредине, а первые 30%, топ-30%, конец топ-30%, но все равно. Мы находимся в топ-30%, 50-е место с одной стороны, по потенциалу, с другой стороны, по всем остальным параметрам. 52-е. Да, 52-е. По всем остальным параметрам мы находимся в хвосте списка, это только свидетельство, это колоссальном разрыве. У вас есть потенциал, но иметь потенциал, это не значит, что ты его можешь реализовать. Быть от природы умным не значит, что ты дальше сможешь учиться. Если ты не поступишь в университет, ты не будешь дальше использовать данные тебе природы или родителями потенциал. Поэтому все это очень, опять-таки, накладывает трагичный отпечаток. С одной стороны, вроде бы и есть потенциал, с другой стороны, отчего же вы ничего не делаете для того, чтобы реализовать его. Правильно западные партнеры говорят по поводу того, что у вас должна быть активная борьба с коррупцией. К слову сказать правильно, иностранцы говорили России, не молитесь по поводу, вам не надо для реформ цена на нефть 120 долларов за баррель. Вам нужны реформы и изменения, а не цена на нефть. Точно так же, как и Украине, вам не нужны кредитные ресурсы, делайте реформы. Ну, шутка ли, если думать по поводу уровня коррупции, который является одним из саб-рейтингом, который использует тоже доводские экономические формы, они используют вот эти данные Transparency International. Шутка ли, что страна, которая находится в состоянии фактически военных действий, у которой экономика за 2014-2015 год упала на 20% через коррупционные каналы, в прошлом году, вот по нашим оценкам, в Международном фонде Блэйзера было распределено больше, чем 20 миллиардов долларов. Кому война, а кому мать родна, да? Больше, чем 20 миллиардов долларов, лечь идет от четверти нашего ВВП. Я затрудняюсь сказать, где бы мы увидели подобного рода уровень размах коррупции, кроме таких стран, как, например, которые в конце концов лежали в руинах Зимбабве, например, или проблемы, которые возникали в Венесуэле, когда был верхний уровень коррупции, а внизу его вроде бы как не было. Олег, время нашей программы «Стекло» мы должны заканчивать. Я благодарна вам за участие, за ваши оценки, комментарии и рекомендации. Вам спасибо. Очень хочется верить в то, что вас услышат, во всяком случае во власти. Спасибо. Вам спасибо. С исполнительным директором Международного фонда Блэйзера Олегом Устенко мы говорили о Давосском экономическом форуме и о его итогах, в частности, для Украины. На этом пока все. Увидимся на телеканале «Первый деловой». Одяг ведущих наданий мастхев.